я поэт зовусь санек я горячка кофеек нет 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 я поэт зовусь санек я горячка огонек нет 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 я поэт зовусь санек что ты встава поперек это гениально пора организовывать поэтический вечер имени александра васильева ну что ты издеваешься стихи это просто мое хобби можно отлично работать в кадре и при этом писать отличные стихи надеюсь наш сегодняшний гость тебя вдохновит ну тогда полетели сегодня в выпуске выясняем что круче театр или кино учимся сочинять стихи и экономить всем привет вы смотрите шоу к шоу передачу которую мы юные журналисты делаем сами ну почти и сегодня у нас в гостях актер театра и кино режиссер сценарист продюсер и поэт егор сальников привет здравствуйте и гор здравствуйте вы попали в проект шок шоу и в нашем шоу мы пытаемся шокировать своих гостей ну я думаю актера из москвы сложно чем-то шокировать но мы попытаемся и так везде где мы читали про вас биографию было написано что вы егор скобочка георгий у вас два имени в общем ситуация такая я учился в институте в гик это всероссийский государственный институт кематографии и так получилось на курсе было два георгия по паспорту я георгий это мое имя и очень сложно когда говорят георгий и все сразу кто кто именно ему как так договорились что я буду егором егоркой вот георгий будет другой однокурсник ну и потом георгий вячеславович ко мне обращаются в основном только гаишники и сотрудники банка поэтому мне приятнее быть егором да абсолютно точно многие ученики нашего центра мечтают быть актерами а вы помните свой экзамен по поступлению в гиг да конечно но на самом деле я уже был ко мне времени каким-никаким актером я работал семи лет в театре всем кто хочет быть актерами я советую поступать в пять ведущих московских вузов это щепка щука мхат и гитис вот и где-то да повезет вот это был огромный совершенно конкурс человек 350 на место и вот особенно за например запомнился момент когда мы в 7 утра занимали очередь я пришел все метро думал буду самый первый у ворота мхата вот оказалось что нет и так я был 95 кто-то ночевал на камергерском переулке и где-то концу вечера часов 7 8 дошла до девяносто пятого человека в очередь я думала вы скажете что уже все закончилось нет 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 вот и конечно к этому этому большое испытание на выносливость ну и конечно на удачу потому что несмотря на то что я уже вот сколько 15 лет как поступил до сих пор не представляю этот сложный механизм кому-то понравился кому-то не понравился но я думаю если человек бьет в одну точку то он и пробьется и еще была маленькая коротенькая басня это крестьянин-разбойник обе басни крылова и тоже для поступающих совет не искать счастье на стороне во всех институтах любят только иван андреевич и нашего уважаемого а у михалков уже ценится меньше ну и совсем меньше ценится современную басню поэтому не надо искать счастье как бы лучше синиться в руке чем журавль в небе что ни в коем случае нельзя говорить приемной комиссии и вообще на других кассе прежде всего ценится именно человеческие качества если ты приходишь такой с распальцовкой ну не знаю сейчас так оружие не говорят но весь на понтах то ты автоматически становишься неприятен лучше одеться как бы со вкусом но скромно то есть девочка это ну девочкам обязательно лучше быть в юбке чтобы показать свою женственность что говорить да не знаю говорит что я тут на самом деле так проездная случайно зашел показывать что мне это не нужно я тут на самом деле наверное это не стоит говорить а так говорят что известную актрису наталью гундарева взяли ну она пришла вместе со своей знакомым поддержать ее ничего не учила скальну прочитать его что-нибудь она прочитала телефонный справочник и ее взяли ничего себе я честно говоря не знала интересные факты от его рысельникова записывайте хорошо обязательно шокируетесь многие вас помнят по роли в сериале даешь молодежь какая ваша роль вам нравится больше всего ну я много работаю в театре я вот сейчас нахожусь в футболочке которую мне подарили на мой недавний юбилей я повернул вот здесь вот реклама спектакля будь здорово школяр этот спектакль поставили мыс на нашем курсе по моему сценарию аж 13 лет назад не было там 18 лет вот и мы 13 лет его до сих пор играем это спектакль о войне но он не о героях как участок много фильмов там 34 и так далее а герои этого спектакля они боятся также они ну как вчерашние мальчишки эта тема достаточно конечно распространенная но абсолютно вот не героический герой такой который кричит мама я с моим на курсе ком не сильно быстро взрослеем поэтому еще играем а что круче театр или кино как бы ты сказала что лучше музыка или поэзия ответа какого нет это два прекрасных искусства которые совершенно я бы не сказал что они параллельно недавно удивился такой мысли монтируя свой первый фильм я подумал что монтаж фильма это гораздо ближе чем к театру хотя казалось бы кино и театр и там этом актеры гораздо ближе чем чем к театру он идет поэзии потому что у тебя вот есть несколько дублей и ты их должен поставить так чтобы ну засияло да вот и чтобы мысль твоя донеслась точно так же мы пользуемся словами а поэт берет и излагает их в какую-то такую не боль в ритм определенный да но рифму можно сказать я вспоминаю прекрасный миг а вот сказать я помню чудное мгновение совершенно одна и та же мысль но разными словами она сказано и сияет как бы как значит алмаз его гранят да и бриллиант становится вот прекрасным ювелирным украшением думаю ответил вот так вот мы тоже вопрос задавали маленьким ребятам из нашей кучу малых что же сказали ребята вот и сейчас мы посмотрим вливание до экрана ты думаешь что кино лучше чем театр да почему потому что там компьютерные человечки а компьютерные человечки интереснее чем мы и мне больше нравится театр а что там такого особенного что там все герои там не выдумано а все продумано до тщательности и в театре нет рекламы в чем это хорошего в кино можно узнать о новом мультике который выйдет после этого кино а где тебе больше нравится в театре почему потому что родители только туда милует театре все маленькое и иногда даже ничего не видно что нельзя делать в ритм зале нельзя так шуметь разговаривать по телефону еще что помогай мне ну я думаю то что на телефоне играть да переписывать на то же самое ну нельзя громко ну чавкать чавкать вообще есть можно ну да можно в театре вроде нет да тяже нет еще есть правило запрятная корроретная не выходить из зала хотел бы ты сняться в кино сам да а в каком ну про ну про ужасти хотел ты бы кого там играл ну игра каких маньяков что происходит театре за кулисами суета потому что актерам некуда поместиться и сама была за кулисой в татаре и как там один человек сделать чуть неправильно неправильно и он упал на сцене долго актеры готовятся к выступлению мне кажется недолго потому что они должны были выучить эти слова дома ну вот они долго и хочет дыня 2 там один раз был провал какой провал почему-то не подготовились кукла случайно задела шторку шторка упала и всех актеров было видно вот это провал а что еще было смешного в театре еще было смешно это что там не пойми что за шторка творится вы смотрите шок шоу и сегодня у нас гостях режиссер продюсер сценарист и актер егор сальников да да в фильме америка внутри егор выступил и режиссером и сценаристом и продюсером и даже монтировал его сам егор это сложно работать почти над всем в одном проекте мне главное кажется чтобы режиссер за всем за этим не не бежал в камеру то есть не стал и становился актером потому что надо контролировать процесс цитирую вас я боюсь даже одного свободного дня мне сразу становится страшно пусть а года ты должен сказать себе да я не транжирю время делаю все по совести и мне не стыдно ну вторую часть наверное кто-то украсил очень сильно такими словами не говорю да и действительно боюсь свободных дней потому что как любой человек я сильно подвержен лени я действительно мечтаю о том чтобы в конце жизни ладно уже после конца жизни на небесах не дали пленочку с моей жизнью я бы очень радовался смотрел ее как настоящий классное кино чтобы каждого день не было такого чтобы там его пролеживал ну да жизнь короткая это тоже верно а на спорт есть время ну я например занимался выездкой на лошадях и да это будет интересно потому что к теме здесь недалеко от волги с той стороны течет река большая как шага это входит десятку самых чистых рек я занимался это было мой первый сплав на байдарках потом я ходил сам карелии но там и сложнее а здесь достаточно безобидная река без порогов вот и я помню замечательно как это то мгновение когда ты плывешь из где захотелось пить а ты просто наклоняешься пьешь воду из реки она коричневого немножко цвета но из-за того что вы подумали а потому что потому что у нее наверху много дубов и поэтому вода такой как дубовый отвар очень полезный желудок вы следите за модой делаете то что модно делать ну наверно все скажут что нет боюсь что нет вот телефон например не очень старенький и очень разбитенький я его не боюсь нигде оставлять там его никто не украдет у меня у папы такой принцип просто покупаем самый дешевый телефон нет но там это дело даже не покупал мне кто-то подарил вот но недавно на день рождения подарили красивый новый и все они как его и все хожу со старым и нету времени симку поменять ну мы сашей тоже современные и разумеется подписались на вас в инстаграме и прочитали прекрасные стихи ну давай сразу говорим что в инстаграме я веду такой мне тоже заставили этот инстаграм ты что ты в каком веке живи вот я скрипя сердцем подумал что я сделаю так чтобы это было и все-таки интересно не выкладывать все время еду там и кошечек писать маленькие такие подписи стихотворные которые я даю себе задания я их делаю не больше чем за две минуты ну там строчки три-четыре до все время небольшие стихи а маленькие можно назвать стишочки да и стихом чеками давай лучше посчитать какие-то нормальные стихи да вот сеговорение которые я тоже помню вот ехал со сплава может проезжал как раз чебоксары и писал в поезде ночи в поезде очень хорошо пишется называется она взрослый мультик мой граммофон напился и запел шаляпина гнусава так тоскливо разбрасывая грозе децибел по чердаку где пахнет черносливом березой и нагретой пылью книг там где в котов влюбились две антенны великий голос запьянел и сник и ерзал по пластинке как сирена мой граммофон не спорил по ночам лишь изредка кряхтел он на простуду мой граммофон почти всегда молчал а тут запел так это ли не чудо но самовар настроив строгий взгляд сказал он был здесь в роли мудреца а песни ничего не говорят пока она не спета до конца все вещи населявшие чердак сгрузились слушать граммофон просроченный так пальцы сожимаются в кулак чтобы потом расстаться для пощечины он был своим успехом укрылён летал сверхзвуковых отчасти высих велосипед как старый почтальон вздыхал о старых любовных письмах он пел о том что вся любовь ушла к кассетам диском и что он не нужен и лодка вся в дырящих как дуршлаг расплакалась и утонула тут же луна сошла с картин а и куин же с луны слетала белая пальца он никогда ее не видел ближе и счастлив был что долго до конца пожар пришел стыдливо и сконфуженно стараясь словно не отвлечь внимание и все ушли как будто так и нужно последний выпал шланг он плюнул в пламя а граммофон решил остаться медь его пустила три слезинки но несмотря на жар он должен петь пока не размотается пластинка он пел теперь на весь чердак и мир что победит любовь и верил гордо что этой песне словно как факир он зачарует огненную кобру мой граммофон спастись конечно б смог печалило вновь бы хрупкие сердца но у него заел последний слог и все-таки пропел он до конца и все-таки пропел он до конца и все-таки пропел он до конца и вдохновение появляется наскоками или регулярно наскоками когда захочешь работать я думаю аппетит приходит во время еды но вдохновение приходит когда кажется наверное более-менее свободен вот самолете как поезде потому что ну стоя на сцене не факт что ты будешь вдруг и завтра стихотворение скорее надо записать так вот сейчас и проверим мы предлагаем сыграть в игру у нас есть слова из которых нужно составить стихотворение игра называется буримая слова такие страна одна пара мастера активно креативно интерес процесс и вы будете со мной сейчас собираться в скорости написали стихов наверно вы готовились уже нет правда мы не знали честно клянусь я обтрутила давайте списать не дадите да садись нет саж так не по правилам играть вот я честно итак начинаешь начинаем наш баттл надо сказать чтобы ровно минуту работали да 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 это был монтаж совершенно честный да давайте вы первый у меня будет стихотворение волшебную страну чумбурган великая страна в ней живет красавица одна настает весенняя пора к ней на свадьбу едут мастера сватаются все весьма активно но она их очень креативно отшивает тем вызывает интерес чем бургане ценят творческий процесс очень креативно я хотел вспомнить как чуваксара называется на чувашском шабашкар да шабашкар да шабашкар ну вот я считаю про чуваксар чувашскую красавицу в городе чумбурган ну хорошо могу я я сочинила у нас прекрасная страна она совсем-совсем одна но вот пришла прекрасная пора и студию создали мастера в ней разных деточек учат активно и продвигается процесс наш креативно все проявляют очень живой интерес и продвигается на смартфонский процесс это простудия куча малах ну мы переходим к следующей рубрике наши журналисты подготовили лайфхаки для тех кто мечтает и хочет стать поэтом поэтому смотрим и мотаем на несуществующий уз портал стихи точка ру опубликовал стихотворение более 700 тысяч авторов получается каждый сотый россиянин поэт среди наших телезрителей точно найдется новичок в этом деле поэтому если вы пока чувствуете себя уильямом а гонеглом самым худшим поэтом мире а хотите стать вторым пушкиным ловите советы как поймать вдохновение не заставляйте себя писать не торопитесь чтобы долгожданная музыка нужно или спокойная обстановка с чашечкой чая или новая обстановка поиска на природу в гости к бабушке внимательно смотрите на все что вас окружает дома деревья на что они похожи дайте волю своей фантазии о чем может думать солнце почему и для чего она светит смотрите фильмы слушайте новую музыку отдыхайте спите ночью они днем обычно в такие моменты приходят потрясающие идеи поэтому всегда держите рядом блокнот и ручку чтобы сразу записать то что пришло к вам в голову если вам лень вставать с постели то попрощайтесь с новым творением утром вы вряд ли вспомните свои гениальные строки читайте и расширяйте кругозор это нужно всем людям а поэтому пополнить свой словарный запас тем более не помешает главный признак поэзии рифма она должна быть уникальной у каждого поэта своя изюбинка знайте что существует ряд рифм которые среди опытных поэтов считаются плохими избитыми например мне себе любовь вновь глагольные созвучия придет найдет читать знать тоже устарели новичкам можно посоветовать использовать строгую классическую форму стихотворений однако это совсем не значит что нельзя выражать свои мысли свободным стилем больной форме если рождаются белые стихи пишите в творчестве не должно быть преград югор расскажите нам пожалуйста что вы делаете в чебоксарах в чебоксарах вы приехали на гастроли со спектаклем который называется мужчина по графику я мужчина номер один в этом графике это такая семейная комедия какую роль вы бы никогда ни за что не сыграли или нет такой я бы очень хотел играть роль у плохого режиссера в плохом сценарии в плохом сценарии как бы ну что самое страшное уже ничего в мире страшного не осталось что сложно ли сыграть человека маньяка мне кажется даже мне для меня будет только здорово потому что с такой веселой внешностью человек маньяк у меня получится самое то что надо я как верующий человек может быть с трудом бы понял персонаж который там взрывает храмы или там надругивается над какими священными там православными ценностями но и тоже если если он центральный персонаж и он если как бы мы оправдываем его как то то есть например он или он приходит потом от этого сознает что он плохой или наоборот не сознает что плохой а справедливый наказан то почему бы нет у нас тогда есть режиссер один вот его идеи иногда не просто необычные интересные а порой безумные и он очень хочет с вами пообщаться это ты не нет здравствуйте товарищ режиссер добрый день доброе утро добрый а я бы хотел вам предложить участие в одном очень социальном фильме в общем вы знаете социальную такую проблему который мне кажется касается многих россиян это проблема лисицы точнее стереотипы о них вы знаете русские сказки конечно о лисицах да да бедные лисы их умер хочешь я буду такой же как ты безумный я же тоже режиссер представляешь такая идея мы вам сразу давайте метро закрывается в час ночи так чтобы долго еще поговорим лисица представляешь она несчастная как бы она хочет добра прийти и зайчику несчастному и волку и тут волк такой тупицы несчастный говорит англит неси меня лиса за да между прочим все животные все животные у них есть разные роли постоянно вот посмотрите на сайт он то глупец то он бойкий молодец а здесь лисица она постоянно хитрая коварная ужас за зло что это такое почему у нас двадцать первым двадцать первым двадцать первым двадцать первым двадцать первым веке у нас лисицы про лисиц только плохое что это такое почему так люди очнитесь и многие ведь не догадываются что лисицы могут быть добрый а вдруг лисица просто хочет быть зайчик понимать это на самом деле это это прям за живой выпейте водички я согласен играть роль лисицы и я бы хотел вас попросить несколько ролей играть потому что мы желаем стереотип и лисичку и зайчика знаете ломом ромом вышибается вроде так говорится так смотрите я хочу чтобы вы сыграли главного антагониста и главного героя понимаете мы ломаем стерео то есть лисицы против стереотипа понимать понимаю я думаю это достаточно гениально для моего детского разума конечно я понимаю что я не но вам светит детский оскар я бы сказал сейчас можем сделать такую водичку да чтобы была была вода да смотри есть три вида брас мои пальчики плавают кроль давай да ну это ну я буду как ручку вот она идет по краю да как лиса вот которая несчастная вот эти вот по чебоксатскому дохраничивый друг а и вот у него кричит смотри 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 она сражается свою жизнь она сражается она взбалтывает вода да лапками своими хвостом и рулит как пропеллером чтобы и превращается в желтую подводную лодку это великолепно вы этого ничего не не последний вопрос мне важно чтобы вы собирали то есть вы будете главным тагонистом будете главным героем камень это очень важно это почти центр фильма камень который показывает нашу идею понимаете это просто вот мощь давайте покажите мне камень вы распишитесь пожалуйста что это будет не тайна неразглашение я вам прошу камень расписывайтесь да нет вспоминайте просто отпечаток пальца поставьте вот сюда вот да и вы сюда все видите режиссер пишу реж теперь смотри вот мы с вами обязательно поговорим спасибо софья можете раз это раскаменяться ну вот такие вот у нас креативные идеи а теперь креативности блиц опрос сейчас быстро отвечать надо какая креативная вещь есть в вашей квартире телескоп а какой самый необычный наряд вы надевали скотч обычный случай который произошел с вами в школе в школе сам необычный комментарий который вы получали мы прекрасно играете камень сдохнуть можно самый необычный подарок который вам дарили бита зубодробитель как это что такое это мне подарили зубные врачи биту зубодробитель биту у нас для вас тоже есть подарки так это книга во первых эта книга осознана учениками городского детского медицинского очень мало называется скороговор спасибо мы придумали эти скороговорки сами ведь мне кажется актеру как никому просто нужно развивать свою дикцию и вы так как в чебоксарах по моему первый раз вы говорили ну почти первый раз почти первый раз вот такой колокольчик с чувашкой красавицей это самая красавица про которого написали стихах чубочкар да 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 чубочкар я не запомнил какой зовут ну вот да 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 мы читали что ваша мама делала глиняные игрушки да и решили что это будет очень символично а я вот хочу все время начать и никак не могу начать коллекционировать колокольчики так что это будет о это прекрасно мы да да мы положили начало вы смотрели шок-шоу проект городского детского медиа-центра куча мало пишите нам лайкайте нас хэштэг куча мало круто всегда пока пока хэштэг куча мало пишите нам лайкайте нас и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok